Веришь ли ты в прихода Имама Махди? Конечно верю, я же мусульман. Что насчет Хамбиева? Как там идут дела, брат? Ну, Хамбиев выкладывает у себя в Инстаграме посты с вылизыванием Кадырова-старшего, желает ему всевозможного упокоения. По всей видимости, его беспокоит своя дальнейшая судьба. Видимо, он тоже завис. Бывает, когда вроде ничего и не происходит, но это ожидание, оно такое зловещее. Понимаем Хамбиева. Сколько сейчас в Чечне российских войск? Я вообще не в курсе. Видел, что вас и нас терроризируют только ваши. Наши это... Простите, пожалуйста, уважаемые. Кто это наши? Кого ты называешь нашими? Нас, чеченцев, в Чечне терроризируют российские чиновники, российские войска, российские полицейские, российские власти нас терроризируют. Про кого ты, кто это наши, ваши? Поясни, пожалуйста, этот момент. Сколько у нас там в Чечне российских войск? Точного количества мы не знаем. Но я думаю, не меньше сотни тысяч. Так как кадыровских, официальных вот этих кадыровских полицейских, их 20 тысяч. А российских военных, включая Росгвардию и Министерство обороны, их просто море, их в разы больше, чем кадыровских полицейских. Так как в каждом районе есть по одной, а где-то и по две крупные военные части. Плюс огромный, огромный военный городок на Ханкале. Такой же огромный военный городок в Барзое. Плюс пограничные пункты на границах. Там очень много российских войск. Почему говорят, что Ахмат сила, если в Коране сказано, что нет силы и нет мощи, ни у кого кроме Всевышнего. В чем вообще логика? Чтобы Джохар Масхадов, Ниндербиев, Авдарханов, Басаев так себя вели, уму непонятно. Слушайте, ну это-то, у них такой лозунг, но я бы не стал вот такие параллели проводить, там, в Коране сказано так, или типа, это значит теперь вот это не сила. Это тоже абсолютно неправильный аргумент, так как ты можешь сказать, что бульдозер это сила. И бульдозер действительно сила, он очень мощный. Ты можешь сказать, что там какой-нибудь спортсмен, вот он сила, и он реально сила. Ты можешь сказать, что лев, он тоже сила, так как он сильный. И это не противоречие словам Урана, не нужно это противопоставлять. То, что они говорят, что Ахмат сила, мы понимаем, что они имеют в виду, это их лозунг. Мы, конечно же, не должны это никак всерьез воспринимать, подобные вещи. Но и проводить такие параллели, это тоже неправильно. Томсо, будет ли свобода слова в Шариатской Чечне, что поможет предотвратить погружение в мракобесие? Я за свободу слова. Я считаю, что это очень важный аспект в жизни деятельности государства и общества. Без свободы слова государство деградирует. Так что я за свободу слова. Но свобода слова, она тоже является не абсолютной. Есть вещи, которые где-то эта свобода слова должна ограничиваться. Как, например, свобода слова в одной стране может ограничиваться в каких-то вопросах, в которых эта же свобода слова не будет ограничиваться в другой стране. Примером тому являются некоторые страны Европы, например, где нельзя отрицать публично, отрицать Холокост, допустим. Это вот ограничение свободы слова. И это общество поставило такие рамки, посчитав это необходимым. И они имеют на это право. Вот точно так же любое общество имеет право ограничивать в каких-то моментах эту свободу слова. В нашем государстве, конечно же, свобода слова будет ограничиваться в вопросах богохульства, оскорбления чувств верующих, неважно каких. А в оскорблении, допустим, божеств и таких вещей. Это вещь, которая недопустима. Поэтому в этих вопросах эта свобода должна ограничиваться. Что сделает Кремль, если народ соберется и снесет Кадырова? Войска, что ли, ведет? Если русских убивать и кишки вешать не будете, то не введут. Смирнов, ты абсолютно прав, войска не введут, они уже введены. Они находятся на территории республики. Их просто выведут из своих частей и уничтожат всех тех, кто, как ты говоришь, собрался сносить Кадырова. Кадырова это и есть российская власть. Снесение Кадырова подразумевает снесение Кремля. И никто в Кремле такое не потерпит. Что ты говоришь, они сделают, если соберутся? Что делают в других регионах, где народ собирается? Просто запихивают по автозакам, развозят по колониям, фабрикуют уголовные дела и сажают. А в Чечне обычно еще жестче такие вопросы решают. Там просто привозят ночью тела и говорят, хорони. Точнее не хорони, а закапывай. Быстро закопай, шайтан был твой сын. Все, вопрос решен. Если есть у кого-то желание, если вы хотите с этим поспорить, что нет, дескать, мы просто не понимаем, вы понимаете, приезжайте в Чечню, покажите пример чеченцам, как надо сносить Кадыровскую власть. Снесите, пожалуйста, мы будем вам благодарны. Вы ее нам установили, вы ее и снесите. Томсов, в Чечне цыганской наркомафии нет. Цыганские наркобароны себе дворцы не строят, а ты говоришь, что Кадыров плохой. Посмотри на Россию, Украину, Молдавию. Ты думаешь, если у тебя дворцы строят не наркобароны, а убийцы, садисты, это лучше, когда тираны у тебя во власти? Ничем не лучше, какая разница? Если наркобароны при этом тебя не убивают, наверное, они даже являются меньшим злом в этой ситуации. Брат, смотрю ЧКТРК, понятно, что показуха, но одного не пойму. Они хвастают открытием школы. В школе будут компы, удобства, ля-ля, тополя. Это же элементарщина, которой стыдно хвастаться. Но это для тебя, немецкий солдат, германский рейх, это элементарно. Для Кадырова он до сих пор еще живет в том мире, в котором компьютер – это роскошь. Он считает, что он должен это подчеркнуть, что вот мы поставили компьютер. Да почему тут компьютер? Вот эти доски есть интерактивные в школах, в которых ты не фломастером рисуешь, а не называются интерактивными. Короче, какой-то электронные, скажем так. Эти доски, они даже ими хвастаются, что вот, мол, там интерактивные доски, хотя это все уже является обыденностью в любых нормальных странах. Томсо, совет тебе – отойди от критики и ненависти, найди себя в созидании и миролюбии. Я понимаю, что это трудно и банально, но именно так Аллах возвышает людей прощения, мужества. Марат Кэм. Вот как раз про это я говорил, что как бы религиозный деятель, богослов у него, ну или проповедник, у него должна быть работа по созиданию, о мире, о добре человек должен говорить, а не только об убийствах. Хотелось бы все-таки посмотреть, вообще были ли какие-то высказывания у Кадырова о созидании, о добре, о чем-то хорошем. Или он говорил только исключительно об убийствах. А по поводу меня, спасибо тебе за этот совет, я подумаю. Ассаляму алейкум, брат, я таджик. Я желаю от Аллаха, чтобы он даровал тебе победу против этого шакала и лицемера Кадырова. У нас тоже есть хороший оппозиционер, зовут его Мухаммадик Бол Сарсадриддин. Алейкум ассаляму араху, баракату, баракуллаху, фейхбрат. Томсо, те спортсмены, которые фоткаются с Кадыровым и принимают от него подарки, а за спиной говорят, мол ненавидят их, это же слабохарактерные лицемеры, хотят и тем угодить лизоблюда им и народу. Ну, я не скажу это в отношении тех, кто, допустим, оказался просто в ситуации, когда откажись от фотографии и плохо кончишь. В этом плане по поводу них ничего не скажу. А те, кто сами там ищут этой встречи, возможности с ним сфоткаться, потом там что-то говорят, ну, там, наверное, да. Сокол, не знал писать или нет, но я тоже не всегда разделяю твои мысли, но ты так уверенно стоишь за свои убеждения, что хочется просто поддержать тебя за твой внутренний порыв и любовь к своему народу. Спасибо, Сокол, благодарю тебя. Очень приятно. Сокол, благодарю вас.